говорим об эффективных менеджеров менеджерах от власти руководители федерального агентства по делам национальности вот есть такое игорь баринов выступил в госдуме и просто революционные идеи он заявил что совместно с айти компаниями дом народов россии прорабатывает вопросы разработки базовых языковых технологий клавиатурных раскладов раскладок онлайн переводчиков для того чтобы сохранить языки народов россии и хочет привлечь самое то интересное для вот этих вот вещей искусственный интеллект есть грит примеры использования технологии искусственного интеллекта для обучающих программ позволяющий синтезировать родные языки вот вот ну как далеки они от народа вот это единственное что можно в этом лаконично подметить они делают все чтобы вот эту национальную идентичность вот эти культурные особенности сохранения языков и культуры они делают все чтобы уничтожить соответственно все эти важнейшие вещи которые власть должна беречь и холить и передавать будущим поколениям посредством чего идет уничтожение по посредством распределения финансов принятия бюджетов они таким образом верстают основные законы да что на это не выделяют никаких средств на это не хватает денег на не только на языки культурные значит наследия не хватает средств на большую часть обязанностей которые власть должна исполнять если бы внесли изменения в налоговое законодательство отказались бы от бюджетного правила если бы треть всех средств которые власти собирают оставляли бы на местах в муниципалитетах если бы третья часть шла в региональный бюджет и лишь треть уходила федеральный центр тогда да у регионов были бы необходимые ресурсы чтобы и дорогами заниматься и больницы в хорошем состоянии со школами содержать и развивать необходимую инфраструктуру и конечно заботиться о культурном наследии тем более малых народов но в данной ситуации кстати у них средства ну там на 30 на 40 процентов от их обязательства если они расставляют приоритеты что в первую очередь удовлетворяется конечно же собственные нужны чиновники их зарплаты их повышенные пенсии у них льготы у них там я не знаю все все что нужно включая красивые служебные дорогие машины далее силовики и административные здания и их привилегии после этого ну наверное да те нищенские зарплаты которые платятся врачам и учителям по остаточному принципу культуры и спорта у которых там вообще просто катастрофа несопоставимая ни с чем и в конце да то что соответственно если что-то останется идет на какие-то иные цели то я на протяжении вот но несколько раз раз на четыре я очень основательно входил в меня не включают в группу по работе с бюджетом там вообще чуть ли не закрытый такой полу тайный подход у нас есть на катали видео чем и еще в 2017 по моему году или восемнадцатом году в семнадцатом конце семнадцатого года на я принимали участие в работе бюджета меня выгоняли с этих этих заседаний готовы не члены рабочей группе я говорю что все депутаты равны дайте посмотрю в документы в эти в грузу и посмотрю что там куда вы наши денежки народные они не дать им тем более не дадим там снимать это до конца до самого последнего дня моего депутатства никаких съемок или мы просто остановим сейчас все потому что да непонятно почему просто не дадим и все это же предварительное обсуждение поэтому рабочая группа вот когда она вынесет какие-то итоги вот тогда вот можете снимать а сейчас сейчас там самое интересное сейчас там все ваши хищные интересы на бумаге отражены мне нужно вот к этому доступ иметь и людям рассказать на чем занимаются народные избранники и конечно да это половина распильных каких-то полукоррупционных схем которые там в принципе не сильно в названии отличаются заканчивая ну просто откровенными вот этими функциями освоения бюджетов где очевидно сразу понятно вот такими широкими мазками сколько они оттуда хапнут естественно при таком раскладе когда там денег и так нету так они еще оттуда себе заберут да я ни в коем случае не оправдываю руководители регионов потому что им нужно в набаты бить нужно караул кричать нужно говорить о том что мы нас такая ситуация не устраивает мы хотим изменение федерального законодательства чтобы регионам дали возможности для развития для самостоятельности не с протянутой рукой стоять дайте пожалуйста а то у нас не хватает да у нас там катастрофа технологическая техногенная начнется поэтому мы готовы на все условия там все что скажете мы там исполним на уровне регионов чтобы они были по-настоящему стал самостоятельным для этого нужно создать необходимые условия знаете есть такая мысль и критикует от нами качество отдельном не то что вопросом роликом нужно отдельным это рассмотреть услышали до тезис владимир ленина путин тогда говорил что он бомбу под страну заложил о праве нации на самоопределение очень многие критикуют ошибочно не понимая содержание перспектив критикуют этот тезис но в нем очень глубокий смысл нужно удерживать республики национальные регионы страны не силовым путем нужно создавать условия для того чтобы регионы самостоятельно не просто хотели стремились остаться в составе единого государства каким образом это можно делать это нужно делать путем всесторонних возможностей и политики которая будет создавать условия чтобы каждый не пол не то что руководитель каждый гражданин понял что это необходимо а сейчас права нации никаких нету но все останутся в составе страны каким образом есть статья о сепаратизме есть в конце концов вооруженные люди которые если что объяснят да а мне кажется что вот это единство оно должно идти на условиях честного и справедливо согласия и здесь конечно федеральный центр будет обязывать проводить соответствующую политику и заботятся о гражданах каждого региона нашей страны да и в плане грант гарантии достойной старости и в плане заботе о самых младших и в плане поддержки многодетных и решение экологических вопросов и все это на самом деле упирается в первую очередь финансы а здесь нужно принимать законы а здесь нужны представители от народа не те кто выражает интересы самых богатых и влиятельных а те кто думает о трудящихся поэтому мне кажется это логично и должно быть абсолютно всем